Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Говорим о главных событиях дня. Дмитрий Наумов проверил качество зимней уборки областного центра. Рабочую поездку глава города совершил в четверг рано утром, сразу после того, как по центральной России, в том числе по Владимирской области, прошел циклон Ольга. В ходе поездки Дмитрий Наумов сделал ряд замечаний. В частности, обратил внимание дорожников на некачественную уборку снега и недостаточную антигололедную обработку тротуаров, а также на большую высоту сугробов рядом с пешеходными переходами и остановками. Мы на данный момент прочищаем тротуары, сконцентрировали свое внимание на таких улицах, как 1, 2 и 3 кольцевые, совхозная улица, это у нас работы проводились сегодня в ночь и также будут проводиться в ближайшие двое суток. Возникли вопросы и к управляющим компаниям. Они обязаны убирать снег с подъездных путей к многоквартирным домам и сбивать с крыш сосульки. Неправильно припаркованные машины тоже проблема. Чтобы они не мешали убирать снег, в городские правила благоустройства внесены изменения. Такие автомобили теперь будут эвакуироваться. По итогам поездки глава города поручил в кратчайшие устранить выявленные нарушения. Появление льда и налеги все-таки может привести к всевозможным несчастным случаям. Поэтому поставлена задача по максимальному увеличению посыпки. Необходимо еще уменьшить, особенно на перекрестках, высоту складируемого снега, так называемых сугробов. Еще хочется обратить внимание на транспорт, оставленный в неположенном месте. На сегодня это для уборки и для содержания города очень большая проблема. То есть в рамках внесенных изменений в правила благоустройства мы сейчас нашли законные основания для того, чтобы убрать брошенный транспорт, который оставлен на муниципальной земле. Идут помогать своим. Новая группа добровольцев в составе 20 человек сегодня отправилась в учебные части Минобороны. После прохождения военной подготовки мужчины пойдут в зону проведения специальной военной операции. Один из подписавших контракт Андрей твердо уверен в своем решении отправиться на СВО. Понимает опасность, но поступить иначе не мог. Для своей семьи доброволец хочет будущего без неонацизма. Решил отдать долг к родине по зову сердца. К этой цели я шел где-то месяца два. То есть, ну, готовился, себя настраивал на это все. Вот. И решил. Семья отнеслась нормально, как бы поддержала меня. Родственники, друзья все поддержали меня. Каждому бойцу выдали по два письма от детей. Первое может прочитать сам. Второе – для товарища на фронте. В этих письмах искренние слова поддержки. К слову, связь военнослужащих с родственниками теперь стала проще. Почта России у нас организовала во взаимодействии с Министерством обороны бесплатные письма. А также посылки до 10 килограмм. Продолжаем выпуск. На территории села Бабаева в Собинском районе пройдет высокоскоростная магистраль Москва-Казань. По закону возводить объекты здесь запрещено. Владельцы участков в замешательстве. Ведь они покупали землю, чтобы построить дома. Какое решение нашли власти Собинского района, расскажет Ирина Начарова. Это новая простоквашина коттеджный поселок расположен в границах села Бабаева Собинского района. В будущем по этой территории будут курсировать поезда. Соседство с высокоскоростной магистралью Москва-Казань не входило в планы собственников участков. Очень понравилось место. Участок у меня на горе, в красивом месте, за окном лес. И очень долго ответственно подходило к выбору этого участка. У нас очень много ответов с прокуратуры, со скоростных магистралей, с администрации Собинского района. То есть точных данных по санитарно-защитной зоне они не дают. В санитарно-защитной зоне возводить дома запрещено. В нее попали 220 участков под ИЖС. 18 из них в зоне отвода. Они расположены в месте, где точно пройдет высокоскоростная магистраль Москва-Казань. Эти земли в будущем у собственников будут выкупать. Строить на этих участках точно ничего нельзя. В 2013 году был разработан проект планировки железной дороги. И им была установлена санитарно-защитная зона в размере 500 метров в каждую сторону от железной дороги. В новом Простоквашино ровный ландшафт. Рядом лес. Сельская идиллия. Алена Романова купила здесь участок в 40 соток. В 2023 году в конце лета 13 900, по-моему, за сутку. Ну, хотели. Это же покупалось земли ИЖС. Соответственно, хотели расположить в полном объеме. Власти Собинского района не остались в стороне от решения проблемы. На встречу с собственниками пригласили представителя девелоперской организации, которая продавала земельные участки. Предприниматели готовы пойти на встречу людям. Вопрос с возвратом денежных средств или альтернативой какой-то может быть рассматриваться? Будет рассматриваться, я думаю, либо альтернатива, либо возврат. Мы узнали, мы также в такой же ситуации оказались, потому что многие участки, которые у нас там остались, мы также их не продавали. Когда мы узнали об этой зоне, мы прекратили сразу продажи этих участков. Решение проблемы предложил и первый заместитель генерального директора акционерного общества с Красной магистрали. Михаил Меркулов успокоил собственников. Несмотря на то, что проект строительства железной дороги уже прошел главгосэкспертизу, компания готова внести глобальные коррективы. Соответственно, санитарно-защитную зону надо теперь уменьшать, к чему мы готовы, и устанавливать экраны шумозащитные. Компания скоростной магистрали готова проработать и другой важный аспект. Железнодорожная магистраль разделит на две части будущий коттеджный поселок. Необходимо тщательно продумать техническое решение. Разобщенность территории, эстакада, мост. Что делать? Надо тоже выходить из этого вопроса. Компании скоростной магистрали необходимы точные данные о количестве и расположении участков, которые попали в санитарно-защитную зону будущей ВСМ. До конца недели администрация Собинского района предоставит информацию и письмо на имя гендиректора РЖД. Со стороны скоростных магистралей мы ждем в течение шести месяцев, ну до, да, там ставим срок до шести месяцев, какое-то уже решение по проектированию, по защитной зоне, для того, чтобы у людей уже было понимание, где можно строить, возводить, попадут они в эту защитную зону или нет. Власти района и компания скоростной магистрали наладят оперативный обмен информации обо всех предстоящих коррективах. Собственников участков тоже будут держать в курсе ситуации взаимодействия наладит отдел архитектуры и градостроительства администрации Собинского района. Ирина Начарова и Татьяна Семенова. К другим новостям. В МЧС по Владимирской области поздравили с юбилеем ветерана пожарной охраны Татьяну Бабкову. Она создатель и хранитель музея спасателей. Ей исполнилось 70 лет. Татьяна Бабкова представитель уникальной династии пожарных. Ее прадед работал брендмейстером Боголюбовской сельской пожарной дружины. А дедушка – начальником пожарной команды на химическом и электромеханическом заводах Владимира. Сама Татьяна Николаевна в пожарно-спасательном ведомстве уже более 47 лет. 25 из них посвятила музею. Для него она по крупицам собирает информацию в архивах, встречается с пожарными, спасателями и их семьями. В музее интересно всем – и детям, и молодежи, и взрослым. Глава регионального МЧС поздравил Татьяну Бабкову с юбилеем. Сказал, что она заряжает коллег жизненной энергией, трудолюбием и является настоящим патриотом Владимирской земли. Я никогда не говорю себе слова, я подвожу итог. Я всегда говорю, я ставлю новые задачи, у меня новые перспективы, новые какие-то проекты. И каждый день нужно встречать с радостью, с улыбкой, потому что он не похож на предыдущий. Это страница своей жизни, своей летописи. Да, в каждый новый день могут быть эмоции. Хорошие и не очень хорошие. Встреча с людьми, с интересными людьми. Я очень благодарна судьбе, что за мой жизненный путь и в службе. Я встречала столько замечательных людей разных возрастов. Я дружу со многими и очень дорожу этой дружбой. В Владимирской области продолжается оптимизация работы скорой медицинской помощи. На базе Александровской центральной районной больницы вместе с единой диспетчерской службой открыли обучающий класс для фельдшеров. Медики на тренажерах отрабатывают оказание помощи пациентам в сложных ситуациях. Подробности далее. Где вы проживаете? Город какой? Вместе с личными данными и симптомами болезни диспетчеры уточняют у пациентов, в какой город направить дежурную бригаду. Медики говорят, объединение Александровского, Кижальского, Кольчугинского и Юрьевпольского районов в единую систему. Это не сокращение скорой помощи, а оптимизация. Станции продолжают работать в каждом городе. Это единая диспетчерская, это дислокация, то есть мы видим, где находится на скорой. Допустим, фельдшер говорит, я заканчиваю вызов, он территориально находится в том же пункте, то есть он едет на следующий вызов. Если он, допустим, говорит, что я тут надолго, да, по каким-то моментам, мы другую бригаду, которая ближе, допустим, территориально находится в Киржач, мы отправляем в бригаду из Киржача. То есть мы можем территориально играть как в шахматы. Ежедневно на линию выходит более 20 бригад скорой. Медики всегда готовы прийти друг к другу на помощь. Во время недавней аварии на теплоносителе в Кольчугино без тепла остались жилые дома и социальные объекты. Более 30 пациентов из местной больницы силами скорой помощи оперативно эвакуировали в другие лечебные учреждения. Помогали эвакуировать пациентов, распределять их в другие больницы, в стационары. И Киржач, и Александров прекрасно справились с этой задачей. И в Кольчугино, и в Киржач, и в Юрий Польский. Если есть необходимость, мы отправляем бригаду из Александрова, которая может оперативно начать оказание медицинской помощи, не дожидаясь, пока предыдущая бригада из Кольчугино завершит свой вызов. Алла Ревелева работает на скорой помощи в Кольчугино более 40 лет. Говорит, единая система – это прежде всего плюс для пациентов. Скорая стала быстрее приезжать на вызов. Кроме того, налажена постоянная связь с региональным сосудистым центром в Александрове. Больных с инфарктами акарда мы привозили в приемный покой нашей Кольчугинской ЦРБ. То есть там смотрел врач, и дальше врач договаривался насчет маршрутизации, в какую больницу непосредственно города Владимира. Здесь время работы на больного. Если до Владимира ехать полтора часа, то здесь 40 минут, и уже врачи нас ждут. То есть они встречают этого пациента, и вся аппаратура, все для них подготовлено. Для повышения квалификации фельдшеров на базе объединенной скорой помощи открыли учебный класс. Здесь медики отрабатывают сердечно-легочную реанимацию и подключение пациентов к аппарату ИВЛ. Ежедневно не проводится сердечно-легочная реанимация, мы не оказываем помощь при утоплении, при пожарах. То есть это встречается более редко. И чтобы не терять это в памяти, и чтобы руки и голова всегда помнили, мы создали цикл лекций, которые посвящены именно разбору тяжелых клинических ситуаций. Благодаря объединению такие курсы теперь проходят не только медики из Александрова. На занятия приглашают фельдшеров из Кольчугина, Юрьевпольского и Киржача. Алексей Дудин, Оксана Любимова и Артем Михайлюта. О спорте. Судогодские хоккеисты выиграли всероссийский турнир «Золотая шайба». Он проходил в поселке Шувалово Костромской области. Соревнования были посвящены памяти основателя и первого президента клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Анатолия Тарасова. Турнир проводился уже 24-й раз. В нем приняли участие 6 команд из Владимирской, Ивановской, Архангельской и Костромской областей. Среди ребят 2013-2014 годов рождения судогодские хоккеисты оказались лучшими. А в Везняковском дворце спорта дети разного возраста осваивают хоккей с мячом. Или, как его еще называют, русский хоккей. В Везняковском районе этот некогда популярный вид спорта начали возрождать десятилетия назад. Цикл начальной подготовки занимает 7 лет, но уже через 3 года ребята добиваются хороших результатов. Начинающие спортсмены учатся чувствовать лед, управлять мячом и развивают командные навыки игры. То есть видно, что они уже немножко так царапаются, что-то из себя представляют, умеют. То есть знакомы с передачами. Задачи сегодняшней тренировки, как обычно, у нас сейчас идет соревновательный период. Значит, что? Тактики, технические комбинации, взаимодействие в парах, тройках, удары по воротам. То есть все технические приемы, владение клюшкой и прочее. И взаимодействие командное. И сейчас у них вот такая своеобразная игра, как она называется, собачку или квадрат, как это называется у футболиста, даже есть такой термин. Поэтому потом, значит, в дальнейшем будет сейчас еще взаимодействие. В парах, тройках еще ударчики, повторим удары с лета. Занятие в секции ведет тренер Алексей Пайков, спортсмен и педагог с большим опытом. А чтобы поддержать интерес детей и молодежи к хоккею с мячом, коллектив Дворца спорта проводит необычные соревнования. Два таких турнира состоятся уже в феврале. 11 февраля, воскресный день, мы проводим турнир среди трех команд. Это команды воспитанника, воспитанников отделения хоккея с мячом, команда родителей и команда педагогов Дворца спорта. 16 числа, в пятницу, на этом катке будет проходить необычный турнир для города Вязники. Это хоккей в валенках, хоккей с мячом в валенках. Мы проводим этот турнир под эгидой Муромской епархии. Детки приедут с своими наставниками, в том числе духовными наставниками. И мы с удовольствием этот турнир проведем. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а мои коллеги подведут итоги этого дня, как обычно, в 19.00. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok